У нас там вот на том заборе, который соединяется с этими быками вдоль забора, была ежевика. Володёй повырубал, а недавно говорит, там ежевика пошла выросла, чего не идёшь кушать. Я вчера вечером пошла, а там же мы вдоль забора посадили ёлки и получается ежевика, а ёлки не обрезанные, и короче не подлезть. Хотя там ежевики-то было мало, но захотелось же мне ёлки подпилить. Вот на рубах напилила уже целую эту тачку. Да, друзья, напилила и пойду сейчас на костёр выкину и пойду на озеро. Всем, друзья, привет. Привет, привет. Вас приветствует Южная Америка, страна Парагвай. С вами снова Жанна. Начала монтировать видео и вспомнила, что всё сделала. Кроме того, что не показала вам это всё про ежевику и не поздоровалась. Так что, думаю, надо упущенное исправлять. Вот столько тут ежевики, но она разрастается, она метра на два может от забора уйти. Вот. Поэтому Володя её всё равно убирает лишнюю. Она колючая, тяжело её собирать. Вот уже практически ничего не осталось. Вот только две такие красотульки. Вот уже засохли старые что-то. Но они быстро жарко, они быстро осыпаются. Вот так вот. Вот и вся ежевика. Но зато ёлки подпиливала. Стало красиво. А тут уже дальше пошёл Володю выравнивать. Вот он всё подпилил. Ну, какие стали сразу стройняшки. А тут он покосили. Всё это, то, что было покошено, он всё собрал. И вот жёг. Видно или не видно? Сегодня я тут вчера и сегодня забрал траву, чтобы покосили. Пусть собрал, а сейчас запалил. Много потока за этот день. Где-то у нас. Пусть собрал. Ну вот. На этом буду заканчивать. Надо эти зверей кормить уже вечером. Всё. Давайте. Всем пока. Такое озеро всегда было. Вот такое вот у нас. Такого я ещё не видела. Ну, будем верить лучше. Пойдут, пойдут дожди, как раньше. Будем верить, что эти одно озеро, другое озеро соединяются от воды. Там у нас дальше ещё одно озеро образовывается всегда. Пятое. Так что верим во всё хорошее. А так, конечно, красиво стало. Здорово. Тут я буду перекрашивать всё. Уже купила краску. Сначала всё шпаклёвкой это сделаю. Подровняю стены, чтобы не проходила влага. Потом буду по-другому перекрашивать. Вот если кто-то найдёт желающий на наш дом, тоже будет классно. Вот в этой комнате, получается, это комната, которую мы сделаем. Вот тут можно сделать дверь. И с этой двери прямо сюда выходить можно сделать такую маленькую терраску. Вот она уже вся в тени. Вся деревня закрыта. Красота. Можно с одной комнаты в ту сторону выходить, с этой комнаты в эту сторону выходить. Здесь можно, кто желает, даже купить готовые бассейны. Где-то вот с правой стороны где-то поставить бассейн. И потом землёй его обсыпать. И будет прямо зона отдыха. И бассейн, и терраса. И тут сразу туристически всё вместе. И тут ещё одна терраса. В общем, было бы у людей желание. Надеюсь, будет возраст помоложе, чем мы. Будет сила, желание. Будут финансы. И всё у них получится. У нас сегодня день такой. Сколько? Одиннадцать, начало двенадцатого. А такое уже пекло, такая жарища. И у нас сегодня... Мы сидели, завтракаем. Слышим, хлопает, хлопает у ворот. Думаю, кто приехал? Прагвайцы приехали. Арбузы привезли. Ой, как он разросся. Вот. Чем больше его спиливаешь, тем он всё гуще и гуще становится. Кнопка, ты меня сейчас с ног собьёшь. Что творят? Ну, шаг ходит. И Володя купил арбузы. Вау. Володя, по сколько они килограммчиков? Ты не знаешь? Десять, двенадцать килограмм. Привет всем. Десять, двенадцать килограмм. И почему они? По пятнадцать. Два уэра. Вот этот арбуз. Примерно две евро. О, красавчики. Больше десять. Это кавуницы? Арбузики? Мужики? И кавуницы. Все равно, наверное, они будут сладкие. Вот это арбузы, так арбузы. А дома у нас... Я сейчас тоже вам покажу, друзья, наш урожай. Сколько вам у нас штучек примерно, расскажи. Да там еще штук десять уже. Еще штук десять. Ну, такого же размера, как в доме, да? Нет, побольше ничего. Ой, Володь, надо тебя сфотографировать. Такого красавца. Да. А сам спиной поворачивается. Ну и ладно. А это Володя перед этим покупал. Тоже по пятнадцать, но они немножко поменьше. Но они были пораньше, поэтому... А эти арбузы уже попозже пошли, поэтому и цена уже немножко дешевле. Классно. Здорово. Все. Вот набрали. Хватит нам. И зачем выращивать и мучиться платить Рафаэлю, пока он посадит, пока он прополит. Затем деньги дешевле купить. Вот, Володя говорит, дешевле купить. Так что все. Сравним. Переходим к покупке. Сравнивать? А, да. Вот. Вот такой и вот такой. Вау, какая-то релесть. Вот. Все. Так что, друзья, кто желает в гости, арбузиком угостим. Я обещала показать вам наш урожай. Вот он, урожайчик. Вот моя ручка. Вот арбузик. Ха-ха-ха. Как раз закрывает. Ну, и там еще штук восемь. И весь урожай. Но многие жалятся в этом году. Почему-то урожай не очень. А вот у Парагвайцев сказочные. Ну, ничего. Скушим все. У нас такая радость. Наша старушка, наша Жулька принесла щенят. Я посчитала, что если все хорошо, надо будет. Она должна родить к концу декабря. А она вот сегодня. Сейчас попробую под контейнером ее любимое место. Вот она. Вот она. Вот она. Ты моя умничка. Ты моя лапочка. Надо теперь молочка ей. Пока пришла, Вовочка уже спрыгнул с лестницы. Только сейчас как обезьянка стояла на пальме. Все. Брали мы все эти кабачки. Они оказались какие-то тыквы. Не могли их порезать. То, что смогли, я как раз сегодня пожарила. Остальные Володя все порубал своим любимым бычкам. Вот видите, тут до самого окна доходила зелень. Что тут только не было. Володя все это срубил. Все убрал лишнее. Все эту батлу собрал, почистил. Да, Вовочка? Да. Приветик всем. Всем приветик. Это все трудится. Вот сколько настрогал тут. О, ну теперь хорошо. О, как классненько. Ох, пальма какая стала. Тоненькая, 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 тоненькая. Ну хорошо. Зато зимой тепло. Манго греется и не мерзнет. Вот они, антенны эти все тут. Тоже задуман свалкой. Куда их девать? Это провод. Это это, это это. Короче, все тут вот. Практически уже обрано. Уже озеро нам покосил. Доминик сегодня пришел. О, как чистенько, классно. Володь, ну давай, пойдем обедать. Ну давай, закругляйся. Лучше надо обрезать все. Да, ну немножко обрежу. Остальное пусть будет. Как мы быстренько сделали. Все, вдвоем взяли, сжали. И тут так же вместе зацепили. О, и красота. Ничего не надо обрезать. Все, молодцы. Все, огороду капец. Кончился огород весь. Рыжий, как всегда, на страже. К нам тут друзья приезжали ненадолго по делам. Вова уже спрятался. Собаки вот сидят. И вот они теперь уезжают. Посмотрите, как у нас тут в Парагвае. Мадамки за рулем. Молодец. А папочка сзади сидит, прикрылся. Молодцы. Все, давайте. Все. Счастливенько вам. Ну-ка, Кларочка, давай. Молодец. Поехала, поехала, поехала. Ух, здорово. Надеюсь, вам слышно, друзья. Вот у нас тут вроде ветерок поменьше. Ой, а там попугайчики расчирикались. ну в общем был слышали друзья у нас вчера косили снова вечером но думаю придут им нужно поплавать немножко поработать и вот обработал вот эти цветы деревца надеюсь вырастет параис вот так почистила хорошо немножко тут сгора баркала по чуть-чуть и все и поплавала ну вот птичек мог послушала попугаев послушала поработала поплавала но все теперь пора и позавтракать пока у вас зима и холодно буду немножко вас баловать всех друзья птичками солнцем тишиной и делиться с вами теплом согреть вас немножко поднимается стоит вроде то есть войти немножко небольшой у меня уже много много попадал от этих обрепосиков я собирала немножко сейчас вам покажу но наверное скорее всего они дикие мне так сказали потому что они долго-долго висят их не спеют и вот они жесткие вот даже вот тут желтый да желтым ведь а я не могу его продавить жесткие желтки и не знаю помечает ли они вообще так что скорее всего надо будет надо к дереву брать толку с него нет и немножко так с горчинкой и оставить наверное только там у меня жасмин раз не на стать он и так весь включился от того что видно солнце нет вы странно на солнце он тоже наоборот вправо тянутся он сюда тянется к дому может быть возле дома теплей так что нужно покупать еще один настоящий и сажать туда подальше вот такие наши новости кстати арбузы покупные очень вкусные сладкие прекрасно арбузы так что вот на завтрак у нас будет арбузик сейчас порежем и будем баловать себя кто желает к столу прошу белая сантрита как наклонилась надо опять подвязывать ну хорошо не замерзла так хорошо пошла снова наверх прекрасно просто нужно ее подвязать и будет классненько вот эти тоже пошли снизу но еще долго когда они зацветут неизвестно ну зато уже живые это хорошо а здесь вот такая красота как я называю сирень здесь уже все цветет возле дома молоденький куст там еще мало буквально несколько таких гронок таких красивых а здесь уже пышно пышно вот она красавица вот она такие нежные нежные махрушечки завитушечки чудесно столько зелени вдруг такая красивая шапка душа радуется вот друзья и очередное видео подошло концу всего вам доброго всем счастья всем здоровья куда ж ты полетел и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»